Библейский портал экзегет.ру представляет Досточтимые друзья, мы продолжаем наше занятие по Евангелию от Луки, и сегодня мы приступаем к изучению 19 главы этого Евангелия. И первая тема – Христос и мытарь Закхей. И мы читаем 19 главу с первого стиха и ниже. «Потом Иисус вошел в Иерихон и проходил через него». Иерихон – это проклятый город. В книге Иисуса Навина подробно рассказывается о том, как во время вхождения в землю обетованную еврейский народ наложил заклятие на это место, проклял этот город и проклял тех, которые его восстановят. Потому что этот город был очень грешный. Самым праведным человеком в городе Иерихоне оказалась в то время блудница Рахав. Все остальные по своим нравственным качествам были значительно ниже этой блудницы. Поэтому мы можем предполагать, что там были какие-то страшные злодеи. Но со временем, ко дням Иисуса Христа, этот город был отстроен заново, и Христос проходит через этот город. Это очень знаменательный образ. На самом деле, проклятым Ерихоном является вся наша планета, на которой мы с вами живем. Как у пророка Исаии сказано, от темени головы до подошвы ног нету здорового места. Язвы, раны, пятна неочищенные, не обвязанные, не смягченные ли? И весь мир, в котором мы живем, он покрыт буквально проказой греха. И вот это проклятие греха, как некая проказа, она разъедает весь этот мир. Поэтому очень знаменательно, что Христос идет именно через этот город. Ведь Он приходит в этот мир спасать неправедных, а грешных. Поэтому такое Его поведение, такое Его действие, оно абсолютно оправданно. Он действует как Спаситель. И мы, христиане, знаем, что Он и в ад сходил, и облистал ад сиянием Божества. Поэтому удивляться, что Христос идет через проклятый город, не стоит. «И вот некто именем Закхей, начальник мытарей, и человек богатый, искал видеть Иисуса, кто Он, но не мог за народом, потому что мал был ростом». А в действительности должность, упомянутая здесь, начальник мытарей, она только вот здесь и упоминается во всей Библии. Что это были за люди? Что значит быть начальником мытарей? То есть, скорее всего, речь идет о человеке, который отвечал за всю область, а другие сборщики податей подчинялись ему. А подать собиралась на римских оккупантов, она могла собираться на нужды храма также, она могла собираться на Ирода Антипу, кто заказывал какой сбор пошлин, так это происходило. Поэтому, без сомнения, Закьей выглядел как коллаборационист, предатель собственного народа, который собирает подать на римских оккупантов. И, в принципе, мы знаем из древнееврейской литературы того времени, прежде всего, это тексты Мишны, что обычные евреи старались даже близко, без нужды, не подходить к мытарям. Мытарь считался грязным человеком, тем более начальник мытарей. То есть, самый ужасный человек в области, самый безнравственный человек в городе. И вот, некто именем Закьей, начальник мытарей, человек богатый, искал, видите, Иисуса, кто Он? Что значит, кто Он? Обо Иисусе Христе в то время ходили самые разные слухи, домыслы. Одни говорили, что это Иоанн Креститель, который воскрес из мертвых. Другие говорили, что это один из древних пророков. То есть, были самые разные мнения. Другие просто говорили, это плотников сын. Или фарисеи говорили, он действует силой Вильзевула, князя Бесовского. И только ученики исповедовали его, как сына Божия и Христа Мессии. Закьей, казалось бы, человек, занятый таким грязным делом, сбор податей, казалось бы, он должен был бы всецело быть погруженным в этот бизнес. Но вдруг он обнаруживается нами на страницах этого Евангелия, пребывающим в религиозном поиске. Он ищет Иисуса, и он хочет знать, кто он. Кто он. Но не мог за народом. Он не мог за народом рассмотреть Иисуса, потому что мал был ростом. Он был очень низкого роста. Есть старинные изображения, почти как карлик. И наверняка современники ставили ему это на вид. Они могли говорить, этот духовный, физический, нравственный пигмей, кто он такой? И толпа, которая окружала Иисуса, все это жители проклятого города. Иерихона и ученики Иисуса Христа, которые пришли с ним. И толпа, и апостолы мешают Закхею увидеть Иисуса, потому что Закхей мал ростом. Что же делать Закхею? Он искал, видите, Иисуса, кто он, и мы читаем о его действиях, 19 глава, 4 стих, и забежав вперед, влез на смоковницу, чтобы увидеть его, потому что ему надлежало проходить мимо нее. смоковница – прочное дерево высотою от 9 до 12 метров, с коротким стволом и ветвистой кроной, способное выдержать взрослого человека. И если вы когда-нибудь будете в Иерихоне, там показывают приблизительно место, и там действительно растет смоковница очень древняя, с которой Закхей, возможно, искал видеть Иисуса. На самом деле, то, что делает Закхей, не могло не вызвать насмешки в толпе. И наверняка кто-то в своем сердце уничижил Закхея, и этот хочет видеть Иисуса. И этот, смотрите, полез на дерево, этот черный, мрачный коллаборационист, он хочет видеть Иисуса. Вся толпа, в общем-то, собралась, чтобы видеть Иисуса. Они толпились вокруг Него, но Иисус пришел в этот город только ради Закхея. Представьте себе Смоленск во время немецко-фашистской оккупации. И там живет какой-нибудь полицай, который вышибает деньги для немцев. И вдруг он начинает проявлять религиозность. Какое будет отношение? Обычно мы говорим таким людям. Тебе это не поможет. Ты такой страшный грешник. Чего бы ты ни делал, как бы ты ни старался, тебя ждет ад. Иначе в мире нету справедливости. Ты столько причинил страдания людям. А Закхей, как мы выяснили, он был не просто мытарь, он был начальник мытарей и человек богатый. То есть вор, который воровал часть этих податей и оставлял у себя. И мы читаем далее, когда Иисус пришел на это место, но сначала давайте представим, Закхей сидит на спокойнице. Во-первых, Закхей никогда не видел Господа Иисуса. Толпа приближается и визуально отличить Иисуса от других было очень сложно. Они одевались все приблизительно одинаково в то время. И Закхей сидит на этой смоковнице, на этом дереве и он волнуется, он думает, а увидит ли он вообще Иисуса. Толпа колышется уже под этой смоковницей, а может быть он примет за Иисуса того, кто не есть Иисус. Такая опасность всегда существует. Принять за Бога то, что не есть Бог. Я вам как-то объяснял, почему ангелы Божьи закрывают лики, когда взывают к Богу свят-свят-свят. Они боятся принять за Бога то, что не есть Бог. Потому что мы не можем поставить на место Бога ничто. Христос истинный, Бог и жизнь вечная. И волнение Закхея это религиозное переживание этого грешного человека. Без сомнения грешного человека. Но он искал видеть Иисуса именно потому, что он был грешным человеком. Кто-то в этой огромной толпе искал видеть Иисуса, чтобы задать ему какой-нибудь может быть теологический вопрос, галахический вопрос по закону Божию. Закхей не думает о теологии, о галахе, он ищет спасение. А если Христос пришел в этот мир спасать грешных, и он пришел в этот проклятый город, то вполне логично, что он пришел к Закхею. В толпе были, конечно, книжники, фарисеи, которые думали, какой бы вопрос задать Христу Иисусу. Были обязательно римские центурионы, которые следили за порядком. При большом собрании народа они должны были там находиться. Но Иисус пришел в этот город, приближается к этой смоковнице, Иисус видит только одного человека, Закхея. И мы читаем, Иисус, когда пришел на это место, взглянув, увидел его. Совершенно очевидно, что как Бог, Он увидел его значительно раньше. Он увидел его душу, еще не входя в этот город. А теперь они встречаются глазами. Иисус, когда пришел на это место, взглянув, увидел его и сказал ему, Закхей, Господь знает Твое и Мое имя. Господь знает имя каждого человека. Никто из ученых не может точно сказать, сколько звезд на небе. Звезды собраны во Вселенной в огромной галактике, где миллиарды и миллиарды звезд. И таких галактик миллиарды и миллиарды. Но в Библии сказано, что Бог каждой звезде на небе дает имя. Тем более каждому человеку. когда Бог творит человека, в Библии сказано, из праха земного вдыхает в ноздри его дыхание жизни, и человек становится душою живым. Итак, Христос обращается к одному жителю Иерихону. Толпа не представляет интереса для Христа, потому что она не интересуется Христом. Или если интересуется, но каждый по-своему не в том смысле, в каком надо выстраивать отношения со Христом. В наше время церкви предъявляют много претензий. И от церкви требуют одно, другое, третье, четвертое, пятое. Но на самом деле единственное, что церковь должна являть этому миру, это образ Христа. Все остальное случайно не имеет важного значения. Главное, главная церковь, как тело Христово, проповедует о Христе, причащает людей телом и кровью Иисуса Христа, осуществляет миссию примирения в других таинствах, примирения с Богом Отцом через Сына Божия, Господа нашего Иисуса Христа. Итак, Христос говорит, Захей, сойди скорее, ибо сегодня надо мне быть у тебя в доме. Представьте себе, кто-то бы из нас услышал такие слова. Сойди скорее, сегодня мне надо быть у тебя в доме. Вы слышите? Христос хочет быть в твоем доме. Ему мало того, что ты приходишь в храм, а твои сыновья, дочери, внуки, правнуки, Христос хочет быть в твоем и моем доме. Но прежде всего Он хочет проникнуть в дом нашей души. Как сказано, верую вселиться Христу в сердца наши. Закхей, сойди скорее, ибо сегодня надо мне быть у тебя в доме. Вы, конечно, помните, что Христа все время упрекали за то, что Он ест и пьет с мытарями и грешниками, особенно с мытарями. А Закхей не простой мытарь, это начальник мытарей. И, конечно, такие слова Христа, они могли покоробить кого-то из этих людей. Но каково действие самого Закхея? Оказывается, Христос знает его по имени. В библейском понимании назвать имя человека означает подчинить своей власти. дать имя новому человеку, поменять вектор его жизни. И мы читаем действие Закхея. И он поспешно сошел и принял его, то есть Христа, с радостью. И все, видя то, начали роптать и говорили, что он, то есть Христос, зашел к грешному человеку. Все начали роптать. Возможно, ропот был даже среди апостолов. Не только книжников, фарисеев. Ведь для всех этих людей Закхей проклятый человек. Правда, они забыли, что они все живут в проклятом городе. И когда мы какого-то человека выделяем и говорим, он самый грешный, он самый ужасный, мы забываем о том, что мы живем на земле, которая проклята Богом. Помните, когда происходит убийство Авеля Каином, Господь проклинает землю, которая отверзла уста свои и приняла кровь Авеля. То есть она как бы соучаствовала в преступлении против Авеля. Мы не можем превозноситься над другими людьми. Мы все под проклятием греха. Верующие от неверующих мало чем отличаются на самом деле. Кроме того, что у нас есть спасительные средства, таинства, которые меняют нас, преображают нас, преосуществляют нас, прилагают нас из состояния чад гнева в состояние чад Божьих. И теперь спасение приходит в дом Закхеев. И смотрите, что происходит с Закхеем. Восьмой стих. Закхей же став, сказал Господу, Господи, половину имения моего я отдам нищим, и если кого чем обидел, воздам вчетверо. На самом деле, таким образом, Закхей отказывается от всего, что он имеет. Половина – это то, что он наворовал, а другую половину воздает вчетверо у кого он наворовал. Это настоящее духовное перерождение этого человека. и так он говорит вчетверо будет возмещать нанесенный ущерб. На самом деле, законам Божьим в случае воровства и предписывается возвращать не то, что украл, а вчетверо. это книга Исход 22 глава 1 стих, 2 царств 12-6, притчи 6-31, то есть надо возмещать. И закон Моисеев поясняет вчетверо. То есть Закхей знает закон Божий. Он читал Писание, он читал пророчество о Христе, но жизнь его сложилась не так, как он мог, исследуя Писание, представлять, какой она должна быть. Поэтому Закхей – это религиозный человек, но грешник. На самом деле, самые несчастные люди на земле – это люди, которые не могут жить в соответствии с идеалами собственных вероубеждений. Но когда Христос входит в дом Закхея, жизнь этого человека меняется. Он становится другим человеком. Он становится новым человеком. И Христос прямо говорит, мы читаем 9 стих, «И Иисус сказал ему, ныне пришло спасение дому сему, потому что и он, то есть Закхей, сын Авраама, ибо сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшего». Христос говорит, что ныне пришло спасение дому сему. Дому ни в смысле здание. Еврейское слово «бейт», «дом», означает всех членов семьи. Закхей был серьезной нравственной проблемой всех членов собственной семьи. Он был вор, он кормил всех от своего вородского бизнеса. «Теперь Закхей станет благословением для членов своей семьи. Им не придется краснеть за него. Это будет цадик, праведник». Почему Христос напоминает, что он сын Авраама? Блаженный Феофилакт объясняет так. Авраам поверил Богу и Бог вменил ему это в праведность. Не жизнь Авраама, а его веру. С Закхейм происходит то же самое. Закхей имеет за плечами ужасную жизнь, ужасную во всех отношениях, но он поверил Богу в его сыне во Христе. И Бог вменил ему это в праведность, как и Авраам. Этот текст Закхея, он считается в преддверии Великого Поста, мы все помним. Там несколько Евангелий воскресных. Евангелие Закхея, самым плохом человеке в городе. Евангелие о мытаре и фарисее, о самом плохом прихожане мытаре, Евангелие о блудном сыне, о самом слабом звене в семейной жизни. И все эти Евангелия, они приуготовляют нас к осознанию очевидной истины. Да, может быть, ты самый худший человек в городе, в котором ты живешь. Но если при этом ты ищешь Иисуса, Христа, Господь найдет тебя. Может быть, ты самый слабый звено в собственном доме, в семье, как блудный сын, который взял имение, расточил все же распутно, но если при этом ты встанешь и скажешь пойду к отцу, отец выйдет тебе навстречу. В притче о блудном сыне отец выбегает навстречу к сыну. Может быть, ты самый плохой прихожанин, как в притче о мытаре и фарисее. Там образцовый прихожанин, это, конечно же, фарисей, но если ты бьешь себя в грудь со смирением и говоришь «Боже, милости буди ко мне грешным», ты пойдешь оправдан более, чем нежели религиозный ханжа фарисей. Ибо Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. И далее идет притча о десяти минах. И мы читаем с одиннадцатого стиха и ниже. Когда же они слушали это, то есть вот эти слова, сказанные Закхеем, присовокупил притчу, «Ибо он был близ Иерусалима, и они думали, что скоро должно открыться Царствие Божие». То есть Христос проходил через Иерихон, двигаясь в сторону к Иерусалиму. Иерусалим, благословенный Богом город, окажется более враждебным по отношению ко Христу в этом случае. Христос восходит на страдания. «Ибо он был близ Иерусалима, и они думали, что скоро должно открыться Царствие Божие». То есть о чем они думали? О том, что он сейчас войдет в Иерусалим, его провозгласят царем, толпами за ним бегали евреи, он кормил их хлебами, рыбой, чудесным образом, творил чудеса, и все ожидали, что он прогласит себя царем. И так сказал Христос, как бы говорит на эти их фантазии, галлюцинации, «Некоторый человек высокого рода отправлялся в дальнюю страну, чтобы получить в себе царство и возвратиться». Человек высокого рода, который хочет получить царство, это царский сын, потому что основание его положения позволяет ему искать для себя царство. сын Божий сходит на землю, чтобы получить царство, церковь, церковь – это и есть царствие Божие, царствие небесное, о чем говорится, царствие Божие приблизилось, царствие небесное приблизилось, это церковь. призвав же десять рабов своих, дал им десять мин. Дал им десять мин. Десять мин. Мина равнялась трехмесячному заработку, то есть это существенная сумма. Одна драхма была дневной заработной платой, один талант шестьдесят мин, а мина сто драхм. Призвав же десять рабов своих, число десять в понимании блаженного феофилакта указывает на религиозную полноту. И этот комментарий феофилакта четко соответствует еврейской традиции того времени. Общественную молитву в то время могли совершать только десять мужчин. Вот собрались там в синагоге, даже в храме восемь мужчин, они не могут ничего делать, ничего читать. Пока не соберется десять. Десять это миньян. А когда собирается десять, они начинают службу там утреннюю, вечернюю, а пока нету десяти, они ждут, может быть, кто-то появится. Призвав же десять рабов своих, то есть тех, которые должны служить ему, прославлять его, дал им десять мин необходимые и даже больше и сказал им употребляйте их в оборот пока я возвращусь. Господь дал нам больше, чем десять мин, он дал нам Евангелие, он установил святые таинства, потом он вознесся и он ожидает, что пока он не вернется, мы употребим все это в оборот. То есть мы будем читать Евангелие, не только сами, самостоятельно, но и с другими верующими. мы будем призывать людей к вере в Бога, мы будем организовывать молитвенные общины, мы будем восстанавливать храмы. Все, что нам дает Господь, любой талант, любую ценность, нравственную, моральную, интеллектуальную, всем этим мы должны служить Ему. Точнее, вернуть Богу Богова. Действительно, люди рождаются разными, и у каждого есть свой какой-то талант. Как я часто вам говорю, что счастье человеческой жизни заключается в том, чтобы раскрыть намерение Божие относительно самого себя. «Призвав же десять рабов своих, дал им десять мин, и сказал им, употребите их в оборот, пока я возвращусь. Но граждане ненавидели Его и отправили вслед за Ним посольство, сказав, не хотим, чтобы Он царствовал над нами». Граждане, не разбойники. В этой притче это люди, наделенные полновесной властью, в том числе и в религиозных общинах. Христос ушел, но готовы ли мы к тому, что Он вернется? Помните, когда волхвы появились в Иерусалиме и стали спрашивать, где родился Христос, весь город пришел в движение, смущение, волнение и в состояние страха. они испугались. А что, если Он действительно придет? А что, если Он действительно родился и Ирод пошлет избить всех младенцев от двух лет и ниже? мир, мир не готов к встрече с Богом в первом пришествии и тем более во втором пришествии. Христос прямо говорит о втором пришествии, сын человеческий, сын Божий, придя на землю, обрящет ли веру на земле? То есть, это будет период апостасии, верующих людей будет очень мало. Восстанет народ на народ, царство на царство, люди будут наглы, злоречивы, родителям непокорны. Это будут нравственные катаклизмы, катаклизмы в мире природы. И люди не хотят, что кто-то придет и разрушит установленный порядок. Да, все мы живем на краю пропасти, но некоторые так неплохо устроились на краю пропасти, что для них очень важно пожить как можно дольше. Ведь мы же не в пропасти еще, мы как бы на краю. А тут можно дачку прилепить к этому краю, там, чуть-чуть расширить, на несколько метров площадочку и мы читаем далее. «И когда возвратился, получив царство, Христос придет в этот мир как царь царей, Господь господствующих, велел призвать к себе рабов тех, которым дал серебро, чтобы узнать, кто что приобрел. пришел первый и сказал, господин, мина твоя принесла десять мин». Мы видим, что этот человек, он приумножил все то, что ему дал его господин. И сказал ему, царь отвечает ему, «Хорошо, добрый раб, за то, что ты в малом был верен, возьми в управление десять городов». То есть, на самом деле, верность требуется от нас не в большом, в малом. Но, проявляя верность в малом, мы получаем нечто более, чем большое. Что это значит «в малом верен мне»? А что такое человеческая жизнь? Пятьдесят, шестьдесят, семьдесят, восемьдесят лет. По сравнению с вечностью, которая дается нам во Христе и со Христом. Это ничто, это какая-то малость. Причем, мы не всю жизнь подвязаемся в служение Богу, сколько времени мы проводим во сне или ничего не делания. Златоуст так и пишет в своих комментариях на послании к Галатам, а что от нас требуется? Некая малость. Прояви веру. Дерзай, как дерзал Закьей. Ищи видеть Иисуса, чтобы познать, кто Он для тебя в этой жизни. Он хочет войти в твой дом. Пришел второй и сказал, господин, мина твоя принесла пять мин. Сказал и этому, и ты будешь над пятью городами. Пришел третий и сказал, господин, вот твоя мина, которую я хранил, завернув платок, ибо я боялся тебя, потому что ты человек жестокий. Берешь, чего не клал и жнешь, чего не сеял. По праву, по праву Творца, Бог единственный собственник во Вселенной. Все, что здесь существует, принадлежит ему, в том числе и мы. господин сказал ему, твоими устами буду судить тебя, лукавый раб. Ты знал, что я человек жестокий, беру, чего не клал и жну, чего не сеял. Для чего же ты не отдал серебра моего в оборот, чтобы я, придя, получил его с прибылью? то есть ты не мог сам развивать эти мины, отдал бы тем, которые умеют это делать. То есть ты не можешь проповедовать, помоги проповеднику, подвези его там на машине, я не знаю, там, купи ему билеты на самолет. Ты не можешь священно действовать, благотвори, у тебя нет ничего на благотворительность, помоги улыбкой, добрым словом. От нас всегда по отношению к тому, что мы ожидаем, требует некую малость. Ну, как часто я вам привожу пример. Если бы все сто лет своей жизни мы бы делали только богоугодные дела, как сказано в Добратолюбии, мы заслужили бы сто лет в раю, ни больше, ни меньше. Мы получаем вечность ценой временной жизни вечную, ценой жизни на земле жизнь на небесах, ценой тленной жизни жизни тленной. Это вообще несоизмеримая вещь. Поэтому в любом случае все, что могут сделать лучшие из нас и все, что могут сделать самые слабые из нас. Это мало чем отличается одно от другого. Это как амплитуда движения крыла комара перед лицом вечности. Вверх, некий потолок, доступный для людей, и вниз. мы читаем 24 стих «И сказал предстоящим возьмите у него мину и дайте имеющему десять мин». И сказали ему «Господин, у него есть десять мин, сказываю вам, что всякому имеющему дано будет, а у не имеющего отнимется и то, что имеет. Врагов же моих тех, которые не хотели, чтобы я царствовал над ними, приведите сюда и избейте передо мною». Сказав это, он, Христос, рассказав эту притчу о десяти минах, пошел далее, восходя в Иерусалим. Почему говорится «восходя», как будто речь идет о какой-то горе. на самом деле, если кто-то из вас посещал Иерусалим, когда едешь из аэропорта Бен-Гурион, то приближаешься к Иерусалиму, это действительно все выше, 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 в горы. Как будто Иерусалим это пуп земли, такая вершина, горная, но в действительности восхождение Алия, восхождение Алия, это восхождение на крест. Апостолы думали, что он восходит на царство, а они уже начали делить министерские портфели. Помните, кто больше будет в царстве твоем, кто справа, кто слева от тебя, Господи, будут. Помните, сыновья Завидеева, там мамочку свою позвали, чтобы она похлопотала. Они еще были плотскими людьми. Духовными апостолы станут только тогда, когда в день Святой Пятидесятницы Дух Святой сойдет на них. Они станут новыми людьми, другими людьми, рожденными свыше. И далее описывается вход Господен в Иерусалим. И когда приблизился к Вифаге и Вифании, к горе, называемой Илеонской, послал двух учеников своих, сказав, пойдите в противолежащее селение, войдя в него найдете молодого осла, привязанного, на которого никто из людей никогда не садился, отвязав его, приведите. И если кто спросит вас, зачем отвязываете, скажите ему так, он надобен Господу. На самом деле в Писании мы находим указание на то, что был молодой осел и ослица. То есть молодой осел и ослица, как бы его мать, и берется таким образом пара этих животных, что символизирует собою ослица. Она символизирует собою ветхозаветную церковь, так как еврейский народ первым принял единобожие в лице Авраама, Исаака, Якова, а молодой осел это языческий мир, которому предстоит еще принять единобожие в формате христианства. Христос оседлал ослицу и молодого осла, постелив одежды. Имеется в виду, что Он есть тот, который дал ермо закона еврейскому народу и который через благодать укращает ослиное упрямство языческих народов. Он как бы оседлал эти народы, смирил их языческие нравы, соделал их бытьи покорными. Но мы знаем, что на этих животных стелили одежды и даже по дороге стелили одежды. Одежды по истолкованию отцов указывают на святых. Святые своими молитвами помогают нам, чтобы Христос воссел, как на некий престол, в сердце каждого из нас. Как апостол Павел восклицает, уже не я живу, но живет во мне Христос. С другой стороны, вхождение Христа в Иерусалим. Иерусалим – это сердце. Эрес Исруэль этой земли, Израиля. И в Новом Завете мы знаем, как Христос хочет войти в наше сердце. Верую все лица Христу в сердца наше. Находим такие слова. Христос приближается к Иерусалиму через Ерихон, проходя через проклятый город, дабы и нас увести от проклятия греха и возвести в благодать града Давидова. Но Христос входит в наше сердце только тогда, когда Он может оседлать нашу ослиную греховность, похотливость. Через связывание нашей плоти, ограничения, Он проникает внутрь сердца. Потому что пока Христос не проникает в наше сердце, ничего хорошего там нет. Сердце это самое грязное место у человека. Так учит Христос. Помните, Он говорит, из сердца исходят убийства, кражи, блуд и так далее. И когда Христос входит в это сердце, Он проникает в храм нашей души, берет бич и выгоняет все нечистое из нашего сердца. И это соответствует Его вхождению в Иерусалим. Он въезжает в Иерусалим, Он идет в храм, Он берет бич и вышибает оттуда все недозволенное. Итак, сказав, пойдите в противорежащее селение, войдя в него найдете молодого осла привязанного, на которого никто из людей никогда не садился, никто из пророков не жил среди язычников. Отвязав его, приведите, и если кто спросит вас, зачем отвязываете, скажите ему так, он надобен Господу. Посланные пошли и нашли, как он сказал им, когда же они отвязывали молодого осла, хозяева его сказали им, а кто же это хозяева молодого осла, если молодой осел это символ язычества, это бесы, которые связали языческие народы. и теперь апостолы через проповедь должны развязать, отвязать. Посланные пошли и нашли, как он сказал им, когда же они отвязывали молодого осла, развязывали, хозяева его, сказали им, зачем отвязываете осленка, а они отвечали, он надобен Господу. Бесы веруют и трепещут и никогда не могут выйти за предел божественной воли. И привели его к Иисусу, действительно своей проповедью апостолы, целые народы привели к Иисусу, и накинув одежды свои на осленка, посадили на него Иисуса. Одежды это святые, добродетели апостолов. И когда он ехал, постелали одежды свои по дороге, а когда он приблизился к спуску горы Илеонской, все множество учеников начало в радости велегласно славить Бога за все чудеса, какие видели они. говоря, благословен царь грядущий во имя Господне, мир на небесах и слава вышних. Итак, Христос это царь. И не просто царь, он царь царей, Господь господствующий. Тема царства очень интересует русских людей, особенно после того, как произошло свержение монархии в России. И идут всякие споры, а кто может быть царем над русским народом. на коленках. смотрите, когда Николай II отрекается от престола, в это же время, приблизительно в это же время появляется икона, державная икона Божьей Матери. Дева Мария держит скипетр царской власти со Христом царем на коленках. Христос истинный царь всех христиан. И мы помним, что когда евреи требовали, чтобы над ними поставили царя, Бог сказал, зачем вам царь? Я ваш царь. Но они требовали все равно царя, как у других народов, они так и говорили, как у других народов. Мы все время живем, как у других народов. Ну, одно время у нас был генеральный секретарь, потом это иго коммунистическое сбросили и стали называть главу страны президентом, как у других народов. Почему не лидером, не как-то еще, а именно президентом, как у других народов. И мы рискуем, если мы не примем Христа верой, как царя царей, то дьявол подсунет нам своего царя. Это будет личность, которая устроит всех. Это будет антихрист. И он тоже стремится забраться в сердце каждого из нас. Иерусалим твоей моей души – это зона интереса Бога и дьявола. Это борьба между небом и землей. Дьявол выстраивает свою коалицию, всякие ереси, всякие извращения, чтобы сокрушить внутренний мир каждого из нас. Но есть коалиция Бога. Это служители Христа, это проповедники Евангелия, это ангелы Божьи, это святые, молящиеся на небесах. И так народ возглашает благословен Царь. Вива Криста Рей, как древние христиане восклицали, слава Христу Царю. И мы читаем 39 стих, и некоторые фарисеи из среди народа сказали ему, учитель, запрети ученикам твоим. Они не хотят, чтобы люди называли его Царем. Они опасаются, что он действительно может зайти на Царство. Но его престол – это гора Голгофа. Его корона – это терновый венец. Его скипедр – это копье ударом под ребро. Его власть – гвозди, вбитые в руки и в ноги. но он сказал им в ответ «Сказываю вам, что если они умолкнут, то камни возобьют». «Вива кристо рей!» С этими словами древние христиане в Риме выходили на арену цирка, бросая вызов земным императорам, провозглашая, что у нас есть один царь – это Христос. Все остальные правители сказано, не надейся на князя, на сына человеческого, в них нет спасения. Если вы посмотрите на иконах изображений византийских царей, они изображаются в дьяконском чине, они изображаются в стихарях и припоясанной орарем, то есть это служки Господа Бога, послушники, рабы Божие, которые не претендуют на какое-то превосходство перед царем царей. Итак, Христос говорит, сказываю вам, что если они умолкнут, то камни возобьют. То есть если мы замолчим о том, что Христос наш истинный царь, то Бог изберет других людей, и они будут провозглашать, что он царь царей, будут провозглашать теократический принцип власти Бога, как на небе, так и на земле, и остановить это невозможно. Далее говорится о скорби Христа об Иерусалиме. Христос любил Иерусалим. Да, Христос это истинный человек, истинный Бог, но Христос еврей. Он сын Давидов, сын Аврамов. Помните начало Евангелия от Матфея? Родословно Иисуса Христа, сына Давидова, сына Аврамова. Для каждого еврея Иерусалим это особое место, особый город. Помните как в псалмах «Горе душе моей, если я забуду тебя, Иерусалим?» Иерусалим это надежда и упование. Христос, когда 12-летний мальчик, он оказался в храме, и его нашли Мария и Иосиф, он сказал, мне надо быть в том, что принадлежит моему отцу. Он понимал храм Иерусалимский как дом Отца Небесного. И Христос, приближаясь к Иерусалиму, приближаясь к твоему и моему сердцу, для него дорого сердце каждого из нас. Златоуз говорит, если бы ты грешник один жил на земле, ради тебя одного Христос воплотился бы и умер на кресте. Он в то же время скорбит о нашем нечувствии благодати, о нашей греховности. И мы читаем «И когда приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал о нем». Мы знаем, что Христос плакал, когда ему сказали, что умер Лазарь. И он теперь плачет, смотря на Иерусалим. «И сказал «О, если бы и ты, хотя всей твой день узнал, что служит к миру твоему», как бы разговаривает с этим городом, на самом деле он обращается к сердцу каждого из нас, «но это сокрыто ныне от глаз твоих, ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами и окружат тебя». Это происходит в 70-м году. В 33-м году Христос умирает, в 70-м римская власть начинает войну, иудейскую войну, окружают Иерусалим, окружают его окопами, начинают военные действия. «Ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами и окружат тебя, и стеснят тебя отовсюду, и разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не оставят в тебе камня на камне за то, что ты не узнал времени посещения твоего». Все произойдет именно так. Камня на камне не останется. Император Веспасиан даст повеление все разрушить, будет разрушен храм, хотя римляне сначала хотели сохранить храм, это считалось одной из чудес света в то время, но потом римляне приказали пройти плугом через Иерусалим. Рабы должны были разбить все кирпичи пополам, чтобы камня на камне не осталось. и осталась только храмовая стена. Вот эта огромная стена, ее иногда называют стена плача, как напоминание вот эти огромные массивные камни, какое-то было великолепное строение. Иерусалим держали в осаде. В Иерусалиме был страшный голод. Иосиф Флавий современник тех событий описывает, что женщины поедали своих детей. Зелоты рыскали по городу и нюхали, не пахнет ли пищей. И однажды они учуяли мясо варят, зашли в дом и увидели, что женщина варит своего владенца. И они даже пришли в ужас. Жители города не могли убежать, их зелоты не выпускали. А те, которые убегали, их ловили римляне и распинали. И вокруг Иерусалима были кресты, кресты, кресты. И евреи, которые со стен города смотрели на свободу, они видели кресты, кресты, кресты. Как вы думаете, о чем они думали? Об одном распятом, из-за которого их постигло все это. Ведь они будут толпой кричать «Распни, распни его!» Это 33-й год, 70-й год уничтожения Иерусалима. Христос оплакивал Иерусалим и он скорбел, что они не узнали времени посещения. А как они могли узнать, кто-то из вас спросят? В книге пророка Даниила указано это время. Там можно увидеть, в каком году Христос является. И они это знали. И далее Христос входит в храм. Оплакав Иерусалим, он входит в храм и, войдя в храм, начал выгонять продающих в нем и покупающих говоря им написано дом мой есть дом молитвы, а вы сделали его вертепом разбойников. Христос проникает в твое и мое сердце и он выгоняет из нашего сердца блуд, нечистоту, убийство, все, что присутствует в сердце, как он об этом и говорил. И он хочет, чтобы сердце каждого из нас стало домом молитвы. Чтобы наше воздыхание неизреченное из глубины души и средоточие нашего сердца это молитвенное обращение к Богу. Толпа приветствовала его, Асанна, сына Давидова, но толпа переменчива пройдет всего несколько дней и эта же толпа будет кричать распни, распни, распни его. И далее мы читаем окончание сегодняшней главы. И учил каждый день в храме первосвященники, же и книжники, старейшины народа искали погубить его и не находили, чтобы сделать с ним, потому что весь народ неотступно слушал его. Речь идет о том, что первосвященники, книжники, фарисеи не решались арестовать Христа в присутствии множества народа, которое его окружало ежедневно. То есть ежедневно он был в окружении многих людей. И предательство Иуды заключалось в том, что он должен был назвать место, где Христос будет находиться один с малым количеством людей. И когда Иуду узнает, что после пасхальной трапезы Христос пойдет с немногими учениками отдыхать в Гефсиманский сад, именно туда он приведет римских воинов, скорее всего, конечно, там прежде всего были стражники храма и произойдет арест Христа Иисуса. Но об этом после, если будем живы, Господь позволит. Итак, сегодня мы разобрали с вами 19-ю главу. Мы попытались применить не только историческое истолкование, потому что аллегорическое истолкование приближает все эти события к нам самим. И я думаю, что такой подход совмещения исторического нравственно-назидательного с аллегорическим духовным помогает нам глубже уяснить смысл евангельского наставления. Спасибо вас, Христос! Субтитры создавал DimaTorzok